Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Мария Семеновна, здравствуйте. Рада приветствовать вас в нашей студии. Светлана, добрый день. Ну что ж, сейчас общая граница России и Китая насчитывает тысячи километров, но так было не всегда. Когда и как возникли контакты между двумя народами и чем был вызван взаимный интерес стран друг к другу? Ну вы правильно уже сказали, что история взаимоотношений России и Китая это очень длительный, сложный, но однозначный, очень интересный процесс. И точного у нас до сих пор в нашей российской историографии нет ответа на то, когда действительно начались эти отношения и почему они начались. Есть версия, что еще Иван Грозный отправил первое посольство Ивана Петрова для того, чтобы просто узнать и наладить отношения. Просто узнать друг друга, познакомиться. Но как потом оказалось, это посольство оказалось фейком, его придумали. То есть на самом деле все началось гораздо позже и началось все тогда, когда в середине 17 века России нужно было искать места для того, чтобы заниматься пушным промыслом. Ну и тогда российские казаки переселились в Приамурье и там и произошел первый контакт с Китаем. На тот момент в Китае правила Маньчжурская династия. Это не Китайская династия, это династия Маньчжуров, которая в 1644 году захватила Китай и до 1912 года правила Китайской империи. России было интересно и освоение Приамурья, затем выход к Тихому океану. И, конечно же, молва о Китае шла, что Китай страна богатая, много чего производит. Производит те вещи, которые было бы интересно и купить, и затем, возможно, заняться реализацией дальше. Поэтому, конечно, России это было важно. Именно Россия стала инициатором этих контактов, потому что у России был интерес. В китайской мировоззренческой системе не предполагались никакие походы, посольства в другие страны, потому что Китай считал, что он Срединная империя, Поднебесная, и все должны приходить к ним на поклон. И посольства было очень много. И посольства, которые доходили до Китая, очень часто не допускались ко двору китайских императоров, потому что у китайцев был свой посольский этикет, который предполагал обязательное поднесение даров. И как китайцы объясняли, что дело не в подарке, что подарок – это то, что страна, государь другой страны оказывает уважение китайскому императору. Вот самое интересное – это вот в 1618 году прибыл посол Иван Петлин, которому тоже была задача установить именно торговые отношения. Он приехал в Пекин, ему сказали, у тебя нет подарков, извини, извини, мы тебя пустить не можем. Вот так. Понятие китайской грамоты как-то связано с Китаем и относится ли к тому времени? Да, она относится к тому времени, связана с Китаем. Я уже упомянула посольство Ивана Петлина. Вот как раз, когда его не пустили, но он был очень уважителен к китайским чиновникам, и они добились от императора, чтобы император выдал им документ о том, что Китай готов принять следующее посольство российское, о том, что Китай собирается дружить с Россией и так далее. Так вот, когда Петлин привез этот документ в Россию, поняли, что никто его перевести не может. И этот документ лежал больше 10 лет в посольском приказе и назывался как раз «Китайская грамота». Вот именно с этого это и пошло. Просто то, что никто не может понять. Этот документ перевели только через 12 лет. Его перевел тоже еще один посланник России в Китай – Мелес Кус Пафарий. Ему, конечно, тоже не удалось попасть ко двору императора, но тоже такое посольство было. А вообще маньчжуры – это кочевой народ, и они сначала исповедовали религию шаманизма. И им в их шаманском быту, если можно так сказать, была очень нужна пушнина. И когда они переселились в Китай со своих территорий, где они проживали, то они обнаружили, что в Китае пушнины нет никакой. А здесь есть совершенно чудесная страна – Россия, которая предлагает совершенно широчайший выбор различных пушных зверьков. И именно это тоже стало одной из причин для того, чтобы развивать отношения и заключить договор. Как на связи двух государств повлияло все более масштабное освоение нашей территории – Сибири и Дальнего Востока? Ведь, насколько я знаю, без напряженности в отношениях тут, конечно же, не обошлось. Да, возможно, это самый напряженный период был в истории русско-китайских отношений. Российские казаки переселились в Преамурье и встретили там тунгусские и монгольские народы, которые были уже в подданстве у маньчжуров, то есть у династии Цин. И российские казаки, им хотелось, чтобы эти народы были на службе у России и платили им дань. А эти народы удивились, и мы же уже платим дань китайцам, уже платим дань маньчжурам. Такой достаточно длительный конфликт произошел, вплоть до военных столкновений. К сожалению, была интересная история. Российские казаки, они основали крепость Албазин. И крепость действительно была таким форпостом российского государства на Дальнем Востоке. И маньчжуры неоднократно принимали попытку осады Албазина. В 1685 году русские казаки посеяли урожай. В июне китайцы их отодвинули обратно в Сибирь. А в августе они опять вернулись, опять отстроили крепость и собрали урожай. То есть урожай никуда не делся. Важно то, что именно после этого конфликта был заключен первый русско-китайский договор. Это Нерчинский договор. Его заключили в 1689 году посол Головин. Нерчинский договор для России оказался не очень выгодным, а для китайцев оказался выгодным. И еще по этому договору прошла первый прецедент разграничения территории. То есть это был первый договор о границах России и Китая. И еще важно отметить, что этот договор не предполагал никаких торговых отношений. Хотя российская сторона очень на этом наставила, очень хотела завязать торговые отношения. Головина критиковали за его посольство. Однако он, поскольку привез очень много книг о Китае, то есть это первые книги, которые русские привезли из Китая в Россию, то, конечно, его никто не снял с должности, ничего. То есть его поблагодарили за это. Потом первый, кто действительно достиг дипломатических результатов для России, это был Савва Лукич-Чергузинский. Это был следующий, ну не следующий, но один из послов, которому удалось достичь. При нем был заключен сначала Буринский трактат о границе в 1727 году, а затем Кяхтинский договор уже о торговле, который включал в себя как раз и Буринский трактат. То есть это первый для России благоприятный договор, потому что по этому договору мало того, что было продолжено разграничение, действительно, которое устроило и российскую, и китайскую сторону, и еще китайцы пошли на уступки такие, о которых раньше никто не мог даже подумать. Китайцы допустили, что два раза в год российские караваны могут приезжать торговать в Пекин. Такого никогда никому позволено не было. Вся европейская торговля шла исключительно через Гуанчжоу, то есть кантонская торговля по морю. Европейцы не были допущены в Пекин с торговлей. А вот Рагузинскому это удалось. Общались они на латыни сначала, и переводчиками в основном были католические миссионеры, которые служили при дворе у китайских императоров. То есть вот, например, когда заключался Нерчинский договор, то в переговорах участвовал португалец Тома Перейра и француз Эльбельон. Вот они помогали переводить. При каких обстоятельствах в Россию впервые прибыли китайские послы? Ну, в Россию впервые китайские послы прибыли как раз после Кяхтинского договора. Император Юнджен на тот момент решил отправить послов в Россию, чтобы поздравить Анну Иоанновну с вступлением на трон, занятием престола. И вот это действительно 1732 год. Это первое посольство Китая в Россию. Точнее, это, наверное, первое посольство Китая куда-либо на Запад. Поэтому в данном случае это тоже все результат как раз именно деятельности российских дипломатов. И еще есть одна из версий, что первое свое так называемое Министерство иностранных дел, Алифань Юань, он по-китайски называется, Китай, как раз открыл для того, чтобы вести дела с Россией. Потому что до этого, как я уже говорила, вообще внешние связи с миром для Китая были, ну, не то чтобы нежелательные, это лишь доказательства того, что они самые великие. И внешними связями занималось Министерство ритуалов. То есть в Китае никогда не было до периода, о котором мы говорим, никогда не было никакого органа, который занимался исключительно внешними связями. То есть в Министерстве иностранных дел не существовало. И как раз для того, чтобы общаться с Россией и частично с Монголией, было создано целое министерство. Так что можно сказать, что в данной ситуации отношения с Россией повлияли на некую трансформацию китайского государственного строя, о которой раньше даже, может, и думать не могли, и ни в России, ни в Китае. Мария Семеновна, большое вам спасибо за то, что пришли и за столь интересную беседу. Спасибо, мне тоже было очень интересно. Ну а в следующей программе мы с вами узнаем, какую роль в становлении российско-китайских отношений сыграла русская духовная миссия. Это был проект «Брикс в зеркале времен». Меня зовут Светлана Кукава. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok